всем привет я решила снять для вас еще одно видео о мэрилин монро дело в том что под предыдущими видео просили поподробнее рассказать о том как ухаживала за кожей мэрилин какими средствами что зачем наносила и сегодня я вам немножечко приоткрою завесы тайны так сказать все дело в том что в музее косметики если не ошибаюсь в лос-анджелесе можно ознакомиться с инструкцией по уходу за лицом которая была написана создана специально для мэрилин причем эта инструкция содержит не только то какие средства и зачем нужно наносить но и кое-какие рекомендации по питанию про эту косметику я вам конечно уже рассказывала когда снимала ролик о косметике мэрилин монро на него я вам обязательно внизу оставлю ссылочку а точнее там общая ссылочка на плейлист в котором вы можете найти много много всего про мэрилин причем очень подробно так вот эта инструкция была составлена в 1959 году очень известным в то время венгерским дерматологом и основателем собственной косметики эрна ласло сейчас баночки вы видите за моей спиной я выставила именно те средства которыми пользовалась мэрилин и сейчас мы немножечко подробнее с вами рассмотрим ну к слову сказать вот этот вот венгерский дерматолог эрна ласло в то время пользовался огромной популярностью у звезд и такие инструкции были составлены не только для мэрилин но допустим и для жаклин кеннеди и для многих других звезд того времени судя по этому документу мэрилин страдала от сильной сухости кожи и поэтому эрна ласло для нее разработал специальный ритуал который включал дневной уход и вечерний уход а кроме того был специальный так сказать перед выходом ритуал перед выходом куда-то и так какой же был утренний ритуал но во первых мэрилин начинала с того что утром она умывалась вот таким мылом у меня мыло естественно уже закончилась у меня только одна инструкция здесь осталось мыло у мэрилин было естественно для сухой кожи когда она умылась она наносила на лицо вот такой тоник который называется шейк ит а в то время он выпускался в одном оттенке сейчас он в разных оттенках выпускается иногда каким-то юбилеем еще каким-то датам они выпускают тот самый универсальный тон и в принципе можно его купить тоник состоит из жидкости и я замечу спиртовой жидкости не несмотря на то что мэрилин страдала сухостью кожи почему-то средства использовали спиртовые и даже вот так сразу чувствуется что спирт составе есть чтобы воспользоваться этим тоником нужно было его вот так взболтать он обладал тональным эффектом и она наносила с помощью ваты его на все лицо естественно учитывая что тоник спиртовой под глаза его не наносили затем она брала салфетку и промокала ею остатки и под глаза наносила крем у меня именно такого нет крема но я вам покажу каким кремом пользовалась сама марелин и и баночку я в свое время покупала немножечко другой крем для век этой же марки причем вот этот вот крем под глаза она наносила не только на зону вокруг глаз но и на все лицо потом бралась салфетка промакивалась опять лицо и наносился завершающий этап это пудра рассыпчатая я в свое время сразу ее не купила и потом ее сняли с производства то есть она много десятилетий после смерти марелин еще продавалась сейчас к сожалению уже вы купить ее не сможете естественно на все средства которые можно приобрести сейчас я вам оставлю ссылочку под видео так вот это был дневной ритуал отмечу что в то время рассыпчатая пудра наносилась на лицо очень плотным слоем если вы интересовались и смотрели ролики сороковых годов пятидесятых есть такие учебные ролики как правильно краситься ухаживать за собой вы поймете в каких масштабах наносилась пудра то есть это просто лицо запудривалась полностью судя по тому что мэрилин рекомендовали после того как она нанесла пудру смахнуть остатки то я думаю что пудру она наносила точно так же и я все время думала я вам сейчас ставлю фотографию зачем вот эти щеточки для лица были а оказывается как раз таки именно вот для этих целей чтобы смахивать остатки пудры ночной уход был очень интересным во-первых сначала вечером повторялся весь вот этот утренний ритуал то есть я так понимаю фактически мэрилин на либо дважды как минимум красилась либо это рекомендовалось вечером когда допустим она с друзьями встречалась что повторить вот этот ритуал и нанести макияж но затем перед самым сном она должна была воспользоваться вот этим маслом и вот это масло я вам скажу достаточно тяжелая вещь я когда-то сама весь этот ритуал атерна ласла повторяла и о боже мой это масло реально очень тяжелое для лица но наверное из-за того что мэрилин была очень сухая кожа но скорее всего она это масло переносила гораздо лучше чем я это масло необходимо смывать мылом и потом вы будете долго долго еще оттирать раковину или в тазик в котором вы моетесь потому что смывать нужно было не просто смыли и все нужно было вот такими сплэшами в лицо себе долго долго брызгать не знаю как правильно сказать поливать сейчас рекомендуется гораздо меньше сплэш и делать 15 по моему а раньше их там или 40 сплэш и нужно или 60 уже не помню то есть очень много но очевидно немножечко подстроились под современный ритм жизни и учли что женщины сейчас не очень любят заморачиваться сильно вот с уходом и стоять долго долго плеская себе в лицо водой после того как сделаны были эти сплэш и масло было смыто с лица эрна ласло рекомендовал ей взять вот этот вот крем который предназначен принципе для лица и нанести его на области под глазами и на губы и на зону декольте на шею везде везде этот крем и затем взять вату взять вот этот вот контролирующий лосьон легкий контролирующий лосьон отмечу тоже что он очень спиртовой это даже я говорю по запахам слышно но вы знаете вот когда нюхаешь вот эту косметику она запахи и и ни на что не похожи у меня такое ощущение что они действительно сохранились тех времен я не знаю сейчас выпускают конечно новые варианты может быть уже все не так у меня старенькие варианты и она прям так вот стариной и пахнет эта косметика так вот нужно было смочить ватку и протереть ею лицо после нанесения вот этого крема честно скажу я не совсем понимаю смысл этих действий то есть нанесли крем а затем его фактически сняли остатки но мне кажется учитывая что здесь спирт то снимались не просто остатки я вообще весь крем не знаю ну вот такая рекомендация ну а дальше дальше еще интереснее рекомендовалось снова взять этот крем и нанести его теперь на область носа на подбородок чтобы он дополнительно ночью подпитывал эти зоны скажу честно чего-то я в этом не понимаю если марлин была очень сухая кожа то наверное логичнее наносить было второй раз на щечки крем потому что это самые сухие зоны а вот это т-зона она обычно всегда более жирная чем все остальные части лица поэтому я вам честно скажу я перечитывала несколько раз и я не знаю в чем смысл но очевидно эрна ласло смысл этот видел находил в этом ритуале ну и особый ритуал перед мероприятием марлин должна была брать крем для глаз опять-таки наносить его на все лицо включая области под глазами губы там декольте область декольте все прочее затем нужно было опять взять салфетку промокнуть излишки и нанести пудру рассыпчатую вот такого интересного ритуала придерживалась марлин напомню это 1959 год и когда она умерла это был 1962 год на столике нашли просто уйму вот этих средств от эрна ласло особенно много было масло вот этого для кожи для того чтобы смывать косметику то есть несколько лет марлин соблюдала вот эти все рекомендации кроме рекомендации по нанесению косметики были рекомендации по питанию в том числе естественно и для марлин были составлены и тут эрна ласло рекомендовал марлин исключить из своего рациона орехи шоколад устрицы креветки еще по моему оливки ну то есть то что мы сейчас считаем вполне полезным устрицы креветки в принципе все это можно оливки тоже считается полезными верно ласло рекомендовал марлин их убирать все таки из своего питания из из рациона своего в принципе это все вот такие нехитрые ритуалы соблюдала марлин и помогала это ей или не помогала мы с вами можем судить только по фотографиям к сожалению звезды того времени очень тщательно скрывали то как они ухаживают за кожей то какие они пластические операции делают это все все тщательно скрывалась от чужих глаз и принято было говорить что они родились такими у них ну как мы мы сейчас сказали генетика хорошая в то время так не говорилось но в том плане что я сама такая ничего для этого не делаю поэтому к сожалению сейчас мы всех подробностей и не знаем но я надеюсь вам все равно было интересно хоть чуть-чуть посмотреть что делала марлин и как тем более эту косметику можно приобрести сейчас и попробовать воспроизвести весь ритуал марлин ну за исключением только от рассыпчатой пудры к сожалению не выпускается а так пожалуйста можете купить попробовать но предупреждаю сразу косметика стоит очень и очень дорого это такой дорогой люкс мне на этом все всем пока